Сегодня, конечно, я планировал снять блог про то, что я пошел на тренировочку новую, начал заниматься кроссфитом и рассказал бы вам, какой я молодец. Но все пошло не по плану, как всегда. Да, тренить с утра уже холодновато, но в любом случае сейчас час бега, потом поеду на первую тренировочку кроссфита. Сегодня прям серьезные нагрузки будут. Сейчас я покажу. Тут будем маячка подать, а я буду ее катать так. Сейчас тебе на Лю попить, штаны наденем и на Лю попить. Чувак с дверью пришел. Вон там в этой дырке Бабай живет. Какая? Большой, знаешь, какой страшный с зубами. Какой? Страшный очень. Волосатый, страшный, большой с зубами. У нас сейчас произошло ДТП, врезались в нас. Сейчас вам покажу. Можно сказать, что мы разбили тачку за 5 миллионов. Но, как говорят, что мог не делать все к лучшему. Может быть, нас от чего-то уберегли. Пришел за дверьми. Пошли выбирать двери. Можно я плачу просто? А сколько делаете? 45 дней. Нам-то успеют точно до декабря. Вообще, это дело быстрее. Мы просто 1 декабря улетаем надолго. Ну, типа это. Если до первого не сделать, то мы потом через год к вам придем. Так, мы здесь. На базе. У нас пока еще здесь ужасный хлам. Кстати, это, если что, чехол для велосипеда. Представляете? Кирюх очень был удивлен. Это дизайн интерьера. Но будет дизайном интерьера, да. Даже при условии, что у нас сегодня произошло ДТП, у нас закончилась стена. Слышите, как-то закончилась. Она идеально покрашена вообще. Смотрите, да. Просто ни одного разводика нет. Ничего, четенько просто. Сейчас надо будет подумать, что еще подкрасить. И начнем красную же мы сегодня начнем делать. И будем красить стену красной. В красной. В красной. В красной. Я сегодня специально, знаете, так вот с вами хотелось бы поближе, чтобы вы четко услышали ту идею, которую я скажу. Я прекрасно понимаю, что у каждого из нас бывают в жизни разные ситуации, когда все очень плохо, что-то в жизни произошло такое, что ты отчаялся, разочаровался, вы поругались дома с кем-то, или у вас произошло что-то такое, что вы даже не знаете, как в этой жизни принять. И я понимаю, что в эти моменты происходит период отчаяния, депрессии, расстройства. Ты чувствуешь, что словно у тебя мир рухнул. И я прекрасно понимаю, что, скорее всего, среди людей, которые сейчас смотрят этот влог, есть те, кто в таких бы ситуациях, в которых оказался сегодня я, очень сильно бы разочаровались, очень бы сильно огорчились, и просто бы были в состоянии нервного срыва. Так вот, я объясню свое отношение, как я отношусь к подобным ситуациям. Рекомендую прочитать книгу, называется она «Дейл Корниги. Как перестать беспокоиться и начать жить». Эта книга идеально помогает справиться с любыми жизненными ситуациями. Что бы в вашей жизни ни произошло, развод, потеря близких людей, потеря материальной ценности, какой-то авария, как у нас в данном случае произошло. В общем, неважно, что угодно. И философия здесь заключается в следующем. Если ты не можешь повлиять на ситуацию никак, какой смысл по поводу нее переживать? Это первое. Второе. Если ты можешь повлиять на ситуацию, то нужно просто повлиять и решить проблему. Если есть проблема, которая доставляет тебе дискомфорт, надо взять, повлиять на эту проблему и решить эту проблему для того, чтобы она тебе не доставляла дискомфорт. И есть третий момент. А такой он более глубокий, более ментальный и философский. Наверное, об этом вы слышали. И я отношусь к категории людей, кто в это верит. Если в твоей жизни что-то произошло серьезное, такое критическое, вот в данной ситуации, там, ты попал в аварию, ты заболел, ты сломал ногу, и по каким-то причинам у тебя накрылись все твои планы, значит, так и должно было случиться. И это хорошо. Потому что, скорее всего, где-то в этой системе жизни кто-то тебя уберег от каких-то реально действительно плохих вещей. Мы везли дочь в садик, и, по сути, попасть вместе с ней в аварию было реально страшно. Я очень сильно за нее запереживал. Ну, в длине все было нормально. Она впервые увидела ДТП, впервые увидела, как прорвалось колесо. Я ее достал из машины, она села ко мне на руки и говорит, папа, папа, колесо сломалось. Ей было абсолютно без разницы, что у другого человека просто разбита напрочь машина. У меня тоже разбита машина. Ну, в общем, друзья, все хорошо. Смысл здесь заключается вот этой всей историей. Что бы в вашей жизни ни происходило, не переживайте. Все будет хорошо.